Руководство Донецкой области и спортивная общественность региона не оставляют без внимания вопрос формирования здорового сознания детей и подростков. Так, в преддверии Дня защиты детей в Донецке состоялось самое массовое спортивное мероприятие. Здесь нет принципа спортивного соревнования, здесь именно оздоровительное соревнование, эстафеты, бросание мяча, ведение мяча, ну то есть то, что ребёнок должен делать. Первым во втором этапах соревнований, которые прошли во всех городах и районах области, принимали участие воспитанники четвёртых классов общеобразовательных школ. В финале областных соревнований «Весёлые старты» приняли участие 40 команд из городов и районов Донецкой области. Эти соревнования мы проводим в три этапа. Первый, второй этап на местах в школе, затем в городе и в районе финал и приезжают сюда уже к нам. В первых двух этапах в области у нас участвовало почти тысяча школ и рекордное число детворы – 37,5 тысяч детворы. Программа соревнования состояла из четырёх комплексных эстафет, в которых принимали участие все команды. Все упражнения выполнялись на время. Команды должны были продемонстрировать свои наилучшие спортивные качества – быстроту, ловкость, выносливость, а главное – сплочённость. Оценивается, нужно быстрее выполнить упражнения, пробежать, быстрее прыгнуть на скакалке. Всё зависит от показанного времени командой. То есть один может опередить всех, но время фиксируется по последнему человеку, то есть побеждает команду. Команды-призёры областных соревнований среди школьников 10-летнего возраста были награждены кубками и грамотами. Но самое главное, что все участвующие получили массу положительных эмоций. «Е в команде наши все, бегуны и силачи, мы здоровье доброе имеем, спортзарядку поважаем». Леся Полякова, Александр Худолей, Первый муниципальный.